Я буду говорить по-польски, и буду переводить по ходу на русский язык, те моменты, которые будут особенно сложные. Я думаю, что будете практически все понимать, поскольку учитесь, поэтому постараемся сего дня максимально поговорить, с вашей стороны услышать польскую речь. Сегодня мы расширим знания для кого-то, для кого-то, возможно, эти моменты будут услышаны первый раз, поскольку с того, что поняла, большинство из вас только начинает изучать польский. Сегодня мы поговорим об особенностях произношения в польском языке, этикетные формы знакомства, приветствия, прощания, то, что нам необходимо при знакомстве непосредственно с новыми людьми, то, что мы можем использовать всегда в нашем разговоре, такие самые элементарные вещи. На początок, так, chciałbym powiedzieć пару слов о Polsce. Я уже спросила, если кто-то из вас был в польске, говорите, что так, кто-то был в Кракове, в Варшаве, в Люблине, то супер. То на певно вы знаете, где находится польска. Наверняка знаете, где польска находится. Это соседнее государство с Украиной. Сейчас будем иметь возможность продолжить. Не переживайте, да, время. Мы немножко продлим тогда сегодня наш вебинар. Ровно на то время, которое нас всех, как оказалось, не было в сети. Не все к нам вернулись. Добрый вечер. Итак, идем и далее. Не знаю, на каком моменте нас выкинуло из сети, но повторюсь еще раз, может быть, для тех, кто присоединился. Пару слов о Польше. Так, все знают, где Польска находится. Прид вами есть мапа Польска. Польска соседует с Украиной. Полцы с очень мили, очень симпатичны. Так что, как кто-то еще не был в Польсце, если кто-то еще не был в Польше, то обязательно нужно съездить. Национальный символ. Симболы народные. Прид вами есть годло. Годло, либо можно сказать, можно сказать, херп. Так, на годле Польске есть бялы орехи на червеном тле. Длаго, почему годло выглядит так? Почему герб выглядит именно так? Белый орехи, червоны фон, красный фон. А мы скажем немножко позже. И флага. И так, Польска бяло-червона. Флага, флаг. И следующий. Так, ну и, конечно, Краков. Если никогда не были еще в Польсце, то рады. Если еще никто, кто-то не был в Польше, то начните свои путешествия именно из Кракова. Так, все говорят, что Краков может быть даже самым красивым городом Польши. И знаете ли вы... Ну, это раз столица, то есть Варшава, так? Какое место было столицей перед Варшавой? Какой город был раньше столицей Польши? Кто-нибудь из вас знает? Если получится быстренько написать... Не получается быстро написать, нет ответа. Ну, хорошо. Мнусство, также венкшощь и Краков. Ваще. Ну, вот многие, кстати, так и думают, что это Краков. На самом деле, первым столицем Польской было не познание Краков, а гнездо. Гнездо, так? Так, тоже место такое на захоте Польской. И есть такая легенда о трех братьях. Такая легенда о трех братьях. Трех братьях. Лех, Чех и Рус. Которые выстрелывали, которые путешествовали в поисках земель, на которых они могли бы построить город. И Лех, так, один из братьев, затримал себя, так, чтобы отпускать. Один из братьев, которого звали Лех. Он однажды остановился, чтобы отдохнуть и прилег под дубом. Да, и на нем он увидел гнездо. И подняв глаза выше, он увидел на фоне красного неба, да, красный цвет, потому что солнце заходило, он увидел белого орла. И он тогда сказал своим братьям, что остается тут, сказал, что остается здесь и здесь будет строить свой город. Ну и теперь, возвращаясь к городу, возвращаясь к гербу, почему собственно белый орел и почему красный фон. Так, червоне тло, потому что небо было червоне, мяло такой колор. Ну а белый орел, потому что он увидел этого белого орла на червом тле неба. Ну и гнездо, он имеет такую название, город получил такое название, от гнездо, так, которое этот Лех zobaczyл на дэмбе, так, на древе, которое он увидел на дереве. Ну и, соответственно, гнездо было первым столицом польской, потом был Краков и теперь столицом есть Варшава, так, то вы уже знаете. Далее, несколько чековостек о польске, несколько интересных моментов о Польше. Если говорить о Польше и традициях Польши, например, презенты на Божье народжение. Поляки-католики, знаете, да, и, пожалуй, самый главный праздник для поляков и в целом, наверное, для католиков, это Рождество. По-польску, то есть Божье народжение. И чековый такой момент же, в зависимости от региона Польска, в зависимости от региона Польши, детям на Рождество подарки могут приносить разные люди. Что я имею в виду? Например, да, где-то, где-то, где-то презенты приносит Святой Николай. Где-то, где-то, где-то презенты приносит Святой Николай. Гвяздор, ну, видите, как бы очень похож на Санту, да, название Гвяздор от Гвязда, Звезда. А в некоторых регионах презенты приносит ангелок. Подарки приносит ангелок. Далее. Если нет, то обязательно, да, такие два традиционных блюда, то есть журек, видзе, так же, пробовал, то есть бигоз. Бигоз у нас тоже можно это найти, кстати, вот с таким же названием тоже иногда в ресторанах, в кафе предлагают. Это тушеная капуста с мясом, да, или с копченостями. Иногда могут добавлять, например, вино, грибы, но бигоз поляцы бардзо любил. Очень любят и довольно часто готовят, да, если на праздники, то обязательно. Но и журек, я вижу, что многим, да, вот, ой, знаком уже. Журек, я помню же, то есть моя улюблена зупа, это тоже мой любимый суп. Такая зупа, которая готовящая на закваше. Суп, который делается на закваске, видите, в него добавляются еще яйца. И копченая колбаса очень часто есть подавана в хлебе. Так же, если кто-то будет голоден, если кто-то будет голоден и вы будете в Польше, обязательно закажите себе журек, так, то на pewno особа будет наедзена по такой зупе. Далее идем. Как я уже говорила, поляцы сон католиками, да, поляки в своем большинстве, они католики, и такое большое место, огромное значение для них имеет кощу, костел. Когда проходит служба, да, мша, католическая служба, меса, всегда очень много людей, возможно, это связано с особенностями католической службы, потому что там не нужно, к примеру, стоять очень долго, да, там можно сесть, в отличие от храмов православных. Возможно, с этим тоже как-то связано такое посещение, так, и поляцы, видите, так, и кощу у вас на образку, на картинке, вот поляки ходят всей семьей, от мала до велика. Ещё такая чековостка. Такие жечения, пожелания и названия песни 100 лет. Если кто-то, маму же, знаем их поляков, так, если у кого-то есть знакомые, возможно, общаетесь, и наверняка слышали, такое универсальное пожелание, и песенка, прежде всего, когда у кого-то день рождения, поляки поют, да, или на какие-то другие праздники, на которые что-то нужно желать, так, на задаче 100 лет, в переводе на русский 100 лет, да, и у вас сейчас будет возможность услышать начало этой песни, если у кого-то колонки громко, в общем, если будет громко, то регулируйте. Субтитры создавал DimaTorzok в интернете можно себе знать, так, можете найти, скачать себе в интернете 100 лет, подобно, так, похоже, да, возможно, так, научите и 100 лет, это, вот, ещё раз повторюсь, это такое универсальное пожелание, например, не знаю, у друга, у подруги, у знакомых день рождения, просто отсылайте смс-ку 100 лет, так, и tyle. Поляки очень много говорить не любят, так, если там оказывать какого света. Но, и тогда приходим уже до языка. Переходим непосредственно к языку. Наверное, не секрет, что польский язык очень похож на украинский, подобно тоже до языка российского. Этим украинцы могут здесь напользоваться, но не всегда. Пшед вами, так, паре свувек, несколько слов, которые, вот, звучат так, да, на самом деле переводятся совершенно по-другому, нежели у нас, и могут иногда нас ввести в заблуждение, и очень часто люди удивляются, да, когда узнают значение слова, но на пшекуат. Склеп, так, склеп на певно значит, наверное, знаете, в переводе на русский язык это магазин. Некоторых это немножко пугает, так, бо у нас склеп, то ма трохи ине значение. Далее, колэнный образок, следующая картинка, заказ. Заказ это запрет, так, то чегось не волно робить. На пшекуат на образку, да, на этой картинке заказ паления, так, то значит, что не волно палить. Коѓный образок, овоцы. Овоцы, когда слышимы то слово, одразу мыслим, что это у нас овощи, да, и на самом деле это у нас фрукты. Трошки выжимамы таня. Таня в переводе на русский язык значит дешёвая, или, например, тани, да, дешёвый. Ну, тумачься таня, бо у нас есть такое имя, так, женский, dlatego też trzeba sobie wiedzieć, что по-польску таня это дешёвая, на przykład, не wiem, таня, торебка, к примеру, да, дешёвая сумка, альбо coś такого. Трошки ниже, мы слово милость, там, где мы такие жерафы, милость – это любовь, да, хотя очень похоже на милость, к примеру, русская. Рядышком картинка с кроссовками, всегда почему-то это слово на польском языке вызывает такое умиление, завши люди трохи щешмей, он так, адидасы. Адидасы – это кроссовки, причём не имеет значения, какой они будут фирмы, да, адидасы, то не конечны, может быть, кроссовки фирмы адидас, так, какой-то найк, то тоже были бы адидасы. Пироги, так, пироги – это вареники, так, по-руссюзку bardziej подобно до пироги. Ну и на przykład jeszcze tu mamy груба, груба по-польску – это значит полное, толсте, да, не грубе, только груба, chodzi о конструкции, так, о кондиции физичной человека. Так же, не зваждаясь на то, что язык полский есть бардзо подобный, не, не в цианже, не беременна, нет. Несмотря на то, что язык, языки очень схожи, будьте осторожны, да, потому что не всегда и можно так трапить в такую пуапку, иногда попасть в такую ловушку неприятную, да, и можно не понять друг друга. Доброе, и teraz идем и уж до вымовы, так, сближаемся до вымовы в языку польским. Продвами есть алфабет, мы не будем читать алфавит полностью, мы остановимся только на звуках, которые для вас могут быть наиболее сложными. Если успели заметить, наверняка каждый из вас алфавит слушал, да, читали его, пробовали, звуки польского алфавита очень похожи на алфавит украинский, да, или русский тэш. Гранатовым колором синим цветом так, сон ведь желоны самогвозки, гласные звуки и так, но и желоны отповедни то двеньки с пугвозки. Это у нас согласные. Всегда трудность у нас, как правило, вызывают звуки носовые, которых в нашем языке нет, поэтому о них мы сейчас более конкретно поговорим. Итак, вымова о носового и э носового произношение. Произношение этих звуков зависит от позиций в слове, к сожалению, они могут произноситься по-разному. Что вы должны запомнить о них? Первый, первый момент. Э носовое и о носовое произношение начинается с гласных э и о соответственно и чуть позже у нас появляется носовой призвук н. Як то выглона? Например, если мама э-носовое, то то что вымавля эу эу так? То есть н у вас вы стараетесь произнести как бы через нос, как бы через нос. эу и odpowiednio оу эу оу попробуйте потренироваться вместе со мной, так? все вместе. эу оу эу оу так и и соответственно все слова, которые ниже мы будем читать как язык рэнка мэнский мэнка язык рэнка мэнский мэнка то есть э-носовое как бы раскрывается на два звука э и эн да? эу язык рэнка мэнский мэнка ну и правее то самое только появится дзвенк оу э так? о-носовое кунт вонский мэнш бронзовый кунт вонский мэнш бронзовый то есть первый момент так? другицу мусичи запомянь тач если в концу мэнэс э-носовое если э-носовое будет стоять у нас в конце слов произноситься оно будет просто как э например имя трохе допускается легкий носовой резонанс если вам очень хочется да? то можно прочитать как имя трохе но никогда поляк да? и вы тоже не должны не будет произносить имя и трохе идеальное произношение это просто э natomiast о-носовое если у нас в конце будет о-носовое то оно своего звучания не меняет произносится как о мамо музыка кухня и так далее так? только э-носовое только э-носовое в конце произносится как э następный момент перед литерками б-п носовки розкладамы розкладамы на о-м э-м здесь совершенно никакого носового резонанса нет просто у нас появляются два звука о-м э-м для у-носового э-носового например домб дэмбы зомб зэмбы встомпич następный ничего сложного да просто нужно запомнить это перед этими буквами б-п так? или еще раз первое слово домб дэмбы зомб зэмбы встомпич następный и tyle тутай одразу так може сразу отвечу на вопрос слове рука нет оно не произносится мягко так слышимы рэнка рэнка то есть мягкости здесь нет абсолютно никакой слышимы эу эу рэнка так неменько и остатне да последнее что нужно запомнить это если носовые у нас встречаются перед буквами эу предлитерками эл и предлитерком эу такое мы можем встретить только в глаголах прошедшего времени поэтому если вы их не используете соответственно этого момента не будет перед ними носовые произносятся просто как один звук о для о носового либо э для э носового но и отповеднюю так первую словку прочитаем как сделала 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 начали начали минал минали важно запомнить себе этот момент этот момент и не усложняет себе жизнь потому что многие очень часто забывают и начинают стараться произнести это с помощью двух звуков оу альбо эу и не очень получается потому что достаточно трудно поэтому перед этими буквами они произносятся просто как одиночные звуки так еще раз сделала сделала начали начали минал минали так еще раз вертимы на почуток первое что мы должны помнить о носовых они могут произноситься как эу оу язык рэнка мэнский каунт вонский мауш э-насовое только э-насовое о-насовое сохраняет свое носовое звучание э-насовое в конце произносим просто как э перед быпы разкладываем на два звука ом эм на przykład домб зэмбы настомпич następный да и перед эль эу вымавляем како о альбо э ответно сдъял сдъяли зачау зачали минал минали постарайте себя запоминать старайтесь как можно больше слушать читать тогда этот момент в принципе не будет таким сложным хотя носовые это иногда вызывают сложности к сожалению о на вопросы я постараюсь может быть немножко позже да те которые не касаются непосредственной темы у нас будет после занятия немножко времени я постараюсь ответить Далее, опроч носовых, очень трудно для нас, для людей, которые говорят в языке украинском, росыском, есть вымова «эу» и вымова «эл». Таких звук в наших языках нету, в украинском, в русском и поэтому для нас это может достаточно сложно показаться на начальном этапе. Начнем с буквы «эл» и звука «л». «Ль» всегда мягкий, если после него у нас будет стоять «и», например, слово «лис», «лилья», например, тогда «и» произносится точно так же мягко, как в нашем языке. Но поскольку «л» всегда мягкий, очень редко можно встретить такое буквосочетание «ль» и, как правило, после «л» у нас идут сразу какие-то другие гласные или согласные. И в «теде», чтобы это было максимально польская вымова, так же, чтобы вы еще не имели акцента, чтобы у вас не было акцента и вас не могли отличить от настоящих поляков, вы с языком делаете следующее. «Подносимый язык до гуры», поднимаем наш язык вверх к небу и трохи закринцами, и немного закручиваем, и тогда у нас появляется звук «л». То есть звук этот, он всегда мягкий, да, но в произношении это будет что-то среднее между мягким и твердым. Ну и, например, да, первое слово мы не можем прочитать как «крой», «крой», так? «Чили поправное, польское «л», язык до гуры, закрэцами и только тогда вымавляем». «Язык припад не моем к небу», слегка закручиваем и произносим этап звук. «Одповеднее», «друге» слово, да, например «цвет». По-польско то byłoby «колор», «колор», так? Ниже mamy «колега», «билет», «лекция», «млеко», «легента». И от початку, так? Я просила бы дать, если у вас есть такая возможность, вместе со мной. То есть, если увидели в слове «эл», в сочетании с «и», произносим как наше мягкое «ли». Если «и» нет, то wtedy язык до гуры, закрэцами и появится «л». «Крой», «колор», «колега», «билет» и так далее. Еще один проблемный звень, то есть «л». Иногда люди изучающие польский произносят вместо «л», чтобы не напрягаться, да, у нас такого звука нету, поэтому заменяют его просто на твердый «л». Твердого «лы» в польском языке нет вообще, поэтому, если вы услышите, да, например, вот слова, которые перед вами, «долго», «сладкий», «слеза» и так далее, кто-то будет произносить как «блуго», «слоткий», «лза», «масло» и так далее, это не будет польское правильное произношение, так? «Бо», литерка «эу», так, «вымавящий», «джвень», звук произносится как «у». Например, очень похоже на английское, например, в словах «what», «why», так? «Докладно то же самое», и «отповеднее первое слово» прочитаем jako «длого», «длого», так? Ну, есть вот такие трудные, але очевидцы, треба собие чвичать, да, как можно больше упражняться, слушать и, конечно же, читать, да, просто запомните, что должно быть такое произношение. Ниже сон такие ламаньцы, такие скороговорки польские, которые вот помогают тренировать произношение вот именно этих звуков. Этих ламаньцы языков, вы особи впишете в интернете, если так напишете себе в интернете, их очень-очень много, да, можно найти и другие, на другие звуки, ну, тут, например, нам и такие ламанец «стул с повыламыванными ногами». Ну, в переводе на русский язык это был бы «стол со сломанными ножками», да, «повыламыванными ногами». Ну, и еще раз «стул с повыламыванными ногами». Остатнее tutaj pytanie, чем отличается «даби»? Ну, собственно, ничем, да, это такое же произношение очень похоже, так же, так само, как в языке ангельским, то было бы «у», вот по-польски то же самое, поэтому для тех, кто знает ангельский, вот будет просим. И другий ламанец, так, тут уже мы то «л», такое менько-твардое, и прочитаем, как «крол Карол купил кроловой Каролинье корале колору коралового». Так, тан «л», язык до гуры закрэцамый, «крол Карол купил кроловой», и вот слов «каролинье», да, вот здесь можно расслабиться, «л» и произносим, как наше русское, да, мягкое «линь». «Крол Карол купил кроловой Каролинье корале колору коралового». Ну, то можно себе в такий способ ćwiczyć, так. Мам надеже, я надеюсь, что более-менее, да, с этими звуками понятно. Если какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, мы тогда к какому-то моменту вернемся, да. Самое главное, что нужно запомнить «л», да, он мягкий, но произносится как что-то среднее между мягким и твердым, да. Крол, колор, коллега. Памятамы, ця робимы с нашим языком, так, подносимы до гуры закрэцамы. А «л», так, ни в коем случае не заменяйте, не меняйте его на твердый «л», потому что твердого «л» нет вообще в польском языке. Так, по-просто «л», «длого», «слодкий», «лза», «масло», «глодный» и так далее, так. Ну и далее, приходим до вымовы и написания литерек «ш», до литерек «чи», «ш», «ж». Все буквы в польском алфавите, но их на самом деле четыре, да, которые вот пишутся с черточкой. Черточка нам указывает на мягкость. У нас еще в польском алфавите, если помните, есть мягкий «ни», да, который тоже пишется с черточкой. «чи», «щи», «жи», ну, назовем их мягкие, да, такие вот они шипящие, но всегда мягкие. То есть, если вы видели черточку, то в любом случае прочитаем мягко. Что нужно запомнить? Вот перед вами вы видите, да, можете прочитать, что буквы с черточкой, они у нас используются только в конце слова или перед согласными. То есть, если после них, да, будем слышать мягкий шипящий, после него будет идти какой-то гласный, то тогда у нас будет другой формат написания, да, ну, об этом сейчас, секунду позже. То есть, например, с с крысом, так, то есть «щ», и первое слово прочитаем как «вещ», 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 «в быть быть такой мягкий чьи далее мамы они ваще так не шипящий но для примера у вас здесь тоже есть слова камень и камень так если видели черточку в любом случае читаем всегда мягко далее мамы щит зиле зиле галусь нечведь улучшить так и еще раз под нова вещь срода бить камень зиле галусь нечведь лучи еще раз да увидели черточку читаю мягко это нас мягкие шипящие как уже было сказано они у нас пишутся только в конце слова либо перед согласным что делать если слышим после шипящего какой-то гласный тогда у нас другой формат написания с помощью и да то есть буква сочетания c и даст нам ч буква сочетания с и даст нам щи и буква сочетания z и даст нам и ну например так первое слово сила 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 для чего не можно написать на шокол с крыском эш да почему нельзя написать черточка эш потому что дальше у нас гласный и и то же самое в следующем слове да щёстра щёстра для чего тут они вольно да почему здесь нельзя то же самое потому что дальше у нас идет о да в произношении они мало чем отличаются но это важно для написания то щила щёстра так чему тут айве всех словах почему в этих всех словах у нас и да потому что дальше у нас идет гласный звук если бы это был конец слова либо согласный звук и тогда бы мы могли написать и с крыском эш с крыском да и мамы цемны чоция часный цемны чоция часные так или то самое только тут и мама уже дьвинг чи Ну и обок тоже słовка «день видит». Еще раз, то все, что есть с кресочкой «чи», «с», «з» с черточкой, возможно вариант написания «c-i-s-i-z-i». Это будут те же звуки, разница будет только в написании. Так что будьте осторожны, когда вам придется что-то писать, вспоминать. Если услышали мягко, должен быть какой-то шипящий. Если после него гласный, или идет согласный, или это конец слова, «buto ma» – велькие значения. Так, можно еще раз, то слово «сила», «сестра», «си-ва», «сёстра», «щудмы», «ещень», «щано», «чемны», «ча-ча». «часный», «день», «видзи», «дзиадек», «недзела», «тыдзень», «зима», «зелоны» и «зиарно». Так, czyli «кресочка» есть zawsze менько. И идем мы далее. В польском языке еще есть так званные двузнаки, либо деграфы. Когда у нас две буквы стоят рядышком и дают один звук. Это тоже один, наверное, из самых трудных моментов. Очень, ну, какое-то количество времени людям необходимо для того, чтобы это запомнить. У нас были мягкие шипиаси, скажем, да, нех так. Teraz у нас są takie bardziej тварде. I co musimy запомнить? «С», «з» – «с», «з» – «ш». Буква сочитания «с», «з» дает нам звук «ш». Отповедно, так, те слова, которые mamy ниже, przeчитamy. Jakо «шерокий», «шустый», «завсэ», «зэшит», «всэстко», «запрашач», «Варшава». Этот момент вы должны просто выучить, да, запомнить, потому что по-другому. Запомнить, выучить, зазубрить, заучить и читать. Ещё раз, так, «серокий», «шустый», «завсэ», «зэшит», «всэстко», «запрашач», «варшава». Отповедно обок, так, в возле у нас есть двузнак «ц», 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 «ц» дает нам дзвень, даёт нам звук «ч». «Ч». У нас был такой мягкий «ч», «ч», «ч» с кресечкой. А тут mamy «ц», «ц» и то есть такое тварде «ч». No и, например, słовка «przeчитаем» jako «час», «częсто», «czарный», «длэчэго», «чытац», «почта», «czоснэк». Например, обратите внимание на слово «читать», да, у нас здесь начинается с твёрдого и заканчивается мягким, да. «Чытац», «чытац», «чытац». «Чытац», «чытац», «чыта», 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 «чыта». И еще один двузнак «р», «з», который дает нам звук «ж». Но есть еще такой момент, когда «рз» будет стоять у нас после глухих, они будут на него влиять, да, и «рз», соответственно, будет оглушиваться и произноситься как «ш». Например, да, вот слово «крик» прочитаем как «кшик», «кшик». «прочитать», «пшечитач», «пшечитач», «потребность», «потшеба», «потшеба» и «хшан». Ну, скажу даже, если вам будет хотеться, да, произносите как «жи», наверное, аппарат, артикуляция не позволит этого сделать, потому что будет достаточно сложно, да. Можете попробовать произносить как «жи», ну, будет не очень красиво, неудобно. Так то «рз», то есть «джвень» – это звук «жи», но если он стоит после глухих, оглушивается, и мы его читаем, произносим как «ши». «Кшик», «прочитач», «потреба», «хшан». Чтобы потренировать вот этот момент, да, когда у нас «рз» оглушивается, вот такое стихотворение, естественно, мы его не будем сейчас читать, потому что, к сожалению, не так очень много времени у нас, но я вас попрошу, найдите, пожалуйста, в интернете, да, можно себе распечатать, можно найти какие-то видеозаписи, mp3, послушать. То есть «непепшпетше», «непепшпетше» и в этом стихотворении очень много этих моментов оглушивания. Ян Брехва, ян Брехва, то есть автор, писал такие версии для dzieci, для дорослых, и вот «непепшпетше» то есть такой верс, который zawsze читают люди, которые учатся польского, то есть практически все, кто изучал польский, всегда начинали, да, вот, обучение с стихотворения этого, и есть еще такой версии «хряжь», 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 «хряжь». Но, итера строга о написании. Возвращаясь к алфавиту, мы сказали, да, у нас есть двузнаки, и если, ну, надеюсь, что помните польский алфавит, и, например, несколько секунд о гласных звуках, «окрскованы» и «у» звучат абсолютно одинаково, проблема у нас появляется, когда мы хотим что-то написать, да, или там что-то услышали, нужно записать. То есть, как различить, например, слышим звук «у», да, и не видим, писать «окрскованы» альбо писать «у». Если это слово похоже на слово в русском языке, да, и имеет то же значение, тогда можем проверять с помощью русских слов. Ну, например, «окрскованы», «поведьмой звук буль», да, «боль». Если в переводе на русский язык в этом же месте у нас появляется «о», то, скорее всего, что в польском варианте это будет «окрскованы». Не всегда, но как правило, да, то есть этим моментом мы можем пользоваться. Например, «буль», «суль», «гура», «ружа», «пужны». Да, почему во всех этих словах у нас «окрскованы»? Как можно проверить себя? С помощью перевода на русский язык. Если в русском языке у нас появляется «о», то, скорее всего, что в польском «бенджем» имели «окрскованы». Отповедно, так. Если имамы русское «у», то тогда в польском слове, скорее всего, напишем «у». Так, «у» от «фарте». Так, «чем уви», например, «бука», «бужа», «султан», «кура», «пусты». То есть, если у вас есть время подумать перед тем, как написать, можно себя проверять таким образом. Далее. Мы уже сказали о деграфах, да, двух знаках. Три и вот четвертый «цеха». Цеха и в польском языке есть еще само «ха». Так, «х». И знов появивший проблем, опять появляется проблема, что написать, если я слышу звук «х». Точно так же, да, помогает перевод на русский язык. Если в русском языке на этом же месте, в русском слове, появляется «х», тогда в польском пишем «цеха». Если в русском варианте появляется «г», тогда в польском, скорее всего, напишем «х». Еще такой момент, само «х», да, «ха», одна литерка, чаще всего пишется в словах «заимствованы», да, то есть происхождение не польского. Ну и на przykład «худый», так, чему пишем «през «цеха». Так, можно sobie sprawdzić, можно проверять в помощи русского «худой». «Х», «худый», «цеха». «Хлеб», «эхо», «муха». «Алкохоль», «хоризонт», «хипотеза» и «херб». Так бывает не всегда, но, как правило, поэтому как помощь, да, можно таким образом проверять. Ну и двузнак «рзет». Мы сказали, что он у нас произносится как «ж», но в польском алфавите у нас еще есть «жет», которое произносится точно так же. Как здесь мы можем проверить? То же самое, да, переводим на русский, либо украинский язык. Если в слове на этом же месте у нас появляется «р», то, скорее всего, что в польском языке мы напишем «рзет». На пшикват. Може, гжип, жека, рыцарь. Если в переводе на русский язык у нас появляется литерка «ж», то в польском, скорее всего, мы напишем «жет». Може, жаба, жена, багаж. Это не правило, да, но это такие моменты, которые мы можем пользоваться, поскольку умеем говорить на русском языке и на украинском. И teraz я вас попрошу так поведеть мне, пожалуйста, напишите. Первый, так, двузнак «цеха» и «ха». Например, первая словка «хармония». В этом слове первая буква у нас будет какая? «Цеха», двузнак «цеха» или само «х». «Х». Супер, ну, даже без ошибок, но это, в принципе, очень легко. Запомните, это то, что вам поможет, когда нужно будет писать. Далее. «Окрыскованы» «у». Первое слово «голад». Помню, что если «о» в русском, да, то скорее всего так. «Окрыскованы», czyli «глуд» напишемо через «о» с кресечкой, так, «окрыскованы». «Документ», «у». «Крол», 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 «окрыскованы», «хур», 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 «бардо», «презокрыскованы», «rуг», «rуг», «prезокрыскованы», «mул», «mул», «przez «у»» «отвarte» и «mул», 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 «остатнее слово», «okрыскованы». Super, так. No, и еще один двузнак «рз» и «ż». Первое слово «журнал». «Журнал». А теперь только смотрим на русский вариант. Если в русском языке «ж», то по всей вероятности, что в польском. Да. «ż». Bardzo dobrze. «Дрzewо». «Дзерево», «дзерево», «р», «р», «рз». «Катарина», «катарина», «рз», «супер». «Крык». «Крык». «Рз», в слове «крик» помните, что не забываем оглушить. «Крык». «Природа». «Природа». «Доброе». «И «жук». «Жук» пишемy przez «ż». «Доброе». «Доброе». «И идти мы далее». «Доброе». «День добрый». «День добрый». «Универсальное приветствие». «Если вы приветствуете человека, которого вы знаете, это ваша подруга», «знакомый», «знакомая», «tогда» может быть форма менее официальная. «Витай», «витай», «честь», «hej». «День добрый», «panie profesорze», «день добрый», «panie konsulu», «день добрый», «panie prezydencie», «день добрый», «panie Leno», «на przykład», «tак», «ale», «Kasiu», «marto», «wитай», «cесть», «hej». «wитай», «cесть», «hej». «wитай», «cесть», «hej». «это приветствие» неформальное. Приветствуем, например, кого-то из семьи, знакомых, друзей и так далее. «Пожегнание», «як можемо себе пожегнать», «попрощаться». Первое, что видите, «довидзэня», «дозабачэня». «Довидзэня», «дозабачэня». «Дозабачэня» – так обычно говорится, если знаем, что встретимся с человеком через какой-то короткий промежуток времени. «довидзэня» – то есть такое универсальное и «довидзэня», «дозабачэня» – это у нас тоже формы более официальные. Если «жегнамы» с другом, с подругой знакомыми, то мы говорим «на разе», «честь», «папа». Обычно люди выбирают такое, что «покороче», «побыстрее». «Барзо популярно» – то есть «па». «Папа» – то «довидзэня», «до забачэня», «на разе», «честь», «папа». Видите, что слово «честь» – так? – «мамы» и в «повитанию», и в «пожегнанию». Это уже будет зависеть от начала разговора или конец. «Честь» может быть значений «привет», может быть значений «пока». Так, то еще раз, фразы на повитание. «Дzieнь добрый», «витай», «честь», «хей». «Пожегнание», «до видзэня», «до забачэня», «на разе», «честь», «папа». Далее, что можем запытать, что можно спросить далее, когда мы друг друга поприветствовали? Ну, обычно формы приличия обязывают спросить, как дела, что у тебя слышно. Если мы обращаемся на «ты», то есть коллега, коллежанка, знаемый, знаемая, то втеды питаме «як, ще, маш?» «Як, ще, маш?» Украинцам то питание с барду, знаемым, мы знаем этот вопрос, у нас есть так само, да, «як, вся, маш?» Обратите внимание, в польском языке частичка «ся» всегда пишется отдельно, да, «маш» в данном случае это глагол «имеешь». Вот глаголы у вас выделены другим цветом, в ином питанию «як, ще, пан, пани, ма». «Пан, пани» – это вежливые формы, да, обращения на «вы». Ну, как пример у нас, например, господин, госпожа. Глаголы у вас выделены, да, синим цветом, чтобы вы обратили внимание, что меняется форма глагола. Форма глагола меняется в зависимости от того, какое у нас лицо. То есть «как у тебя дела?» «Як, ще, маш?» «Как у вас дела?» «Як, ще, пан?» «Альбо, пани?» «Ма?» «Частичка «ся», вот появился вопрос, на самом деле неважно, да, это «пока» для начинающих, да, для вас лучше, чтобы эта частичка была «после». Когда будете больше говорить, то она сама станет на то место, которое ей нужно будет. Частичка «ся» может быть после глагола, может быть перед глаголом. Единственное, она не может быть в начале, да, то есть предложение никогда не начинается от «щел». «Щел», да, но если отрицание, то же оно не стоит после «не». Вот так, «перед», «после», только «не» начало. Но, и «цома» уже мы на «пшикват» в конце предложения. Ну, скорее всего, что она у нас и не будет стоять в конце предложения, потому что это глагол, и после глагола, ну, как правило, у нас идет какое-то существительное. Поэтому, в принципе, нет, нет таких правил, зависит от вас, как вы скажете, да, то есть «щел» спокойнее может быть в конце здания, в конце предложения тоже может быть. Но, и вратаемся, так, на питание «якще маж», «якще пан, пани, ма», «це можем мы поведить?» «Можем мы отповедить добре», «добре», «хорошо». Опять-таки, да, смотря на слово, можете переводить без словаря слова, которые не очень сложны. Например, «рзет», помните, что в русском языке, в украинском, это, как правило, «р», да, например, «добре», «добже», так. «Бардо добре», «очень хорошо», «щветне», «прекрасно», «так собье», «так себе», «жле», «плохо», и «фатальне», «фатальне», так, можно даже не переводить. «То, как себя маж», «добре», «бардо добре», «щветне», «так собье», «ззле» и «фатальне». Если у вас запятам, «як се маче», «как у вас дела», вы бы ответили на этот вопрос. «Добре», «бардо добре», «щветне», «так собье», «ззле» или «фатальне»?» «Мам надзее, что нигд не ма «фатальне», «щветне», «супер», «но», «добре», «только Ола ма», «щветне», «так», «а решта», «астельне», «бардо добре», «супер», «то бардо», «бардо», «си» «цешем», «добре», «иджемо», «запознание», «ся», «как можемо познакомиться», «какие вопросы» мы можем задавать друг другу при знакомстве. Ну, первое, что нас может интересовать, это, естественно, имя, да, как зовут того или иного человека, с которым мы хотим познакомиться. И пытаемый в такий способ. «Як мажь на имя», альбо «як пан, пани, ма на имя». И отповедь. «Мам на имя Пётр». «Як мажь на имя», «як пан, пани, ма на имя». «Мам на имя Пётр». Опять-таки, обратите внимание, меняется форма глагола, да, в зависимости от лица. Как тебя зовут? Машь. Как вас зовут? Ма. Далее. Этот вопрос, как и предыдущий, на русский язык переводится как «как тебя зовут?», ну, разница между этими вопросами, «як ся называш», если ктось пыта, то скорее всего, что от вас хотят услышать вашу фамилию, да, то есть на вопрос «як ся мажь», «як мажь на имя», да, отвечаем «мам на имя Аня», «мам на имя Пётр», «мам на имя Касия» и так далее. На pytanie «як ся называш», mówimy «называм ся Ковальски», «называм ся Иванов», «называм ся Мицкевич» и так далее. Как масш на имя, как ся называш, как тебя зовут?», «имя», второй вопрос «фамиля». Далее, может быть pytanie «откуда ты?», «скąd?», «откуда?», «jестеś?», форма глагола «быть», «откуда ты есть?», «скąd jesteś?», «скąd pan, pani, jest?», «jestем з Polski», так? Если teraz bym у вас запытала «скąd jesteś?», «скąd jesteście?», то «ктось бы напишаў», «на pewno з України», так? Ну и рожне миаста, з Донецку, з Харкова и так далее. То «скąd jesteś?», «скąd пан, pani, jest?», «jestем з Polski». Еще раз обращу внимание, видите разные формы глагол, один и тот же формы разные, разные окончания. Колејне пытање. Гдзе мешкаш? Гдзе пан, pani мешка? Гдзе ты живёш? Мешкам в Аршаве. Гдзе мешкаш? Гдзе пан, pani мешка? Мешкам в Аршаве. И опять таки у нас разные окончания в глаголах. То «есще раз», если нас интересует имя, то спрашиваем «як масш на имя?», так, альбо «пан, pani ма на имя?», «как вас зовут?». Отвечејем на такой вопрос «мам на имя?», «як сі называш?», такой вопрос помните, «как твоя фамиля?», «как тебя зовут?», «сканд jesteш?», «откуда ты?», «сканд пан, pani, jest?», «jestем з України», «jestем з Польски», «з Франциј», «гдзе мешкаш?», «мешкам в Аршаве», «мешкам в Аршаве», «мешкам в Харкове», «гдзе пан, pani мешка?». Вежливая форма обращения на «вы». Ну и несколько раз подчеркнула, обратите внимание, что изменяются формы глагола в зависимости от лица. Перед вами сейчас два самых главных глагола, которые используются очень часто – глагол «быть» и глагол «иметь». Сейчас постарайтесь просто запомнить эти формы, выписать себе, потому что они очень часто… Наличие глагола «быть» может быть не есть очень обязательно, как в английском языке, но этот глагол, как правило, мы вставляем. То есть в польском языке мы его не опускаем, как в русском. Например, если мы хотим сказать, что он врач, просто говорю «он врач», по польскому повиме «он ест лекажем», «он ест», «он является врачом». То есть в польском языке глагол всё-таки должен присутствовать. Ну и посмотрим, как у нас изменяется этот глагол в зависимости от лица. Итак, первая особа – я естем, ты естешь, и третье лицо, видите, у нас много всего – он, она, он, но, пан, пани, ест. Вопрос у нас был, да, откуда ты, например, сконт естешь. И в польском языке совсем не обязательно использование местоимения. К примеру, можно не говорить «сконт ты естешь», «бо естешь» – это форма глагола, она только для формы второго лица. Поэтому «сконт естешь», так? И тоже неимовимый «я естем с Украины». Можно сказать, но нет такой потребности, потому что «естем» тоже – это форма глагола только для первого лица, да, только для «я». Ага, вопрос нет, это не прошедшее время, это настоящее время глагола «быть» и «меч». «Быть», «меч» – это у нас форма инфинитива, да, а дальше у нас «естем естешь» – это форма настоящего времени. «Я есть», «ты есть», «он есть», да, «естешь мы», «естешьче» и «соу». Например, «я учитель», «jestем научителем», «мы из Харькова», «jestешь мы с Харькова», «мы дома», «jestешь мы в дому», да, например, или «они на работе», «они сон в праце». Так, то есть этот глагол очень часто мы вставляем, да, в предложениях, которые выкорженствуемы в своей языке. И часовник «меч», глагол «иметь». Я – мам, ты – маш, он – ма, мы – мамы, вы – маче и они – маю. У нас был вопрос, например, «как у тебя дела?», да, «як ще маш?», «як ще маш?». Если бы мы хотели спросить у группы людей, ну, или там у двух, да, мы бы спросили «як ще маче?», «як ще маче?». Как у них дела, например, да, «як они маю?», «як они маю?». И опять-таки, да, мы не добавляем местоимения, потому что форма глагола у нас может быть только для какой-то определенной, определенного лица. И обратите внимание, да, вот третье лицо – единственное число «он», «она», «ону», «он», «она», «оно», «пан», «пани», да, «вы». И третье лицо – множество число, тоже много у нас форм. «Они», «оне», «панове», «пани», «паньство». «Панове», третья, да, форма «панове» – это у нас группа, которая состоит только из мужчин, то есть, ну, к примеру, два мужчины или более, да, «панове». «Паня», «паня» – это только женщины. «Паня», так, czyli «день добрый, паня», ну, «ко у пань» слышать, «паня» – только женщины. И «панство», powiedzmy, то есть такая группа помешана, так, «панство» – это у нас как минимум два человека, один из которых, да, один из которых – это у нас мужчина. То «паньство» – это мужчины и женщины вместе. «Панове» – только мужчины, «пани» – только женщины, и «паньство» – мужчины и женщины вместе. Эти формы вам необходимы, если будете обращаться, да, в группе людей, и, ну, важно знать, да, если одни мужчины, то «панове», если только kobiety, то wtedy «пани», если и мужчины, и kobiety, то wtedy «паньство». «Террас, мамы» – они и они, да, осталось у нас две формы – они, 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 в переводе на русский язык – это «они». У нас нету такого разделения, у нас «они» – это могут быть мужчины, «они» – это могут быть женщины, «они» – это могут быть мужчины и женщины, дети, предметы, явления, животные и так далее. В языке польский мужчич особи запоминь, так. В польском языке это очень важно, потому что это вот не только на этом этапе, влияет, да, влияет, в принципе, на всю грамматику в польском языке. «Они» – то есть то само, что «паньство», ч. «они» мы употребляем только тогда, когда речь идет о мужчинах, либо о группе людей, да, в которой обязательно есть хотя бы один мужчина. То «они» – это «albo menschizni», «albo», как я всегда говорю, «menschizni plus», да, мужчины plus. «они» – хотя бы один мужчина, все остальные, да, могут быть кто угодно, на самом деле. То «они» – «menschizni», «albo menschizni plus». Ну, а «оне» – это все остальное. Если речь идет о людях, то это, соответственно, женщины, дети, да. «они» – это только люди и обязательно наличие хотя бы одного мужчины. «оне» – это все остальное. «предметы», «явления», «животные», «женщины», «дзевушки», «дети» и так далее. «Кобеты», «дзевчины» – «бардо» часто себя ображают. Да, «дзевушки», «женщины» очень обижаются. Иногда узнав, что в «польской граматике» такое есть, ну, не wiem, на счастье, albo «нистет», «к счастье», «к сожалению», но этот момент вы должны запомнить, да, потому что это имеет очень большое значение. То «они», так, то у нас «мэзжцини», «мэзжцини», «плюс» «one», «кобiety», «предметы», «звирzęта» и так далее. Я вас teraz попросzę, так, написать мне, что мы в первом виде предложения. Например, «Jacek и Wojtek учатся языка polskiego». «Jacek и Wojtek изучают polskий язык». «Они» учатся polskiego, так, «они», dlatego, что «Jacek» и «Wojtek», да, потому что у нас два парня. «Студенци» сдают экзамен с языка ангельского и видят уже ответы «они». «Они», «бо студенци», да, студенты, наверняка среди них есть парня. «Анна» и «Магда» уже говорят по-полску. «Анна» и «Магда», «он» – «бардо» dobrze, «бо Анна» и «Магда» to są «дзевчины», да, это у нас «дзевушки», поэтому «он» уже говорят по-полску. «Мои родзице», «Ойчец» и «матка» «добре» rozumieją по-полску. «Мои родзице», «они», «бо Ойчец» to «мэзчызна», да, потому что здесь у нас «папа», который влечет «мусинай». «Ойчец» и «матка», «они» dobrze rozumieją по-полску. «Полске миаста сом бардзо ладне», «Полске миаста сом бардзо ладне», «Польске городе очень красиво», «он» – «он» – «однозначно», потому что это у нас уже «неадошевлённое». Czyli так, что вы должны запомнить, tak? К примеру, если бы у нас было, powiedzmy, «две дзевчины», «jeden хлопак», «они» или «они»? «они» или «они». «Звирzęта». «Животные». «Он» «Мэзжкизни». «Они». «Кобiety». «Кобiety». «Гдесь зникają». «Кобiety» «Он». «Дзєци». 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 «Предмёты». «Разные предметы». «Оне». «Добре». Я вам надеюсь, что так было «бардзо шибко», очень быстро, но я надеюсь, что в каких-то моментах вам разъяснило и поняли то, чего не понимали раньше или узнали для себя что-то новое. Сейчас будут небольшие вопросы для вас, и я попрошу вас ответить. «Столад». «Дзюнкуе бардзо». Да, что-то у нас техническое, к сожалению. Да, вопросов, наверное. Хорошо. Давайте, возможно, у вас есть какие-то вопросы. какой-то момент, может быть, когда будет следующий вебинар. Следующий вебинар планируется 24 марта, если я не ошибаюсь. Это будет, по-моему, понедельник. Ну, где-то так. где-то так. И следующий вебинар уже будет немножко сложнее, соответственно, мы будем говорить о глаголах, да, в общем, что у нас, да, там, спряжение, все остальное, и более конкретно поговорим о настоящем и немножко о будущем времени глагола в польском языке. Поэтому, так, кто будет заинтересованы, то запрашиваем. Oczywiście. Может быть, сейчас какие-то какие-то бялы, бялы, так? Бя. Ближе до другого. Бялы. Бялы. Здесь и у нас как бы не произносится, да, оно смягчает, но мы не будем читать как йод. Бялы. Дякую бардзо. Ну, 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 я тоже дякую, так? За дякую сообщение. Да, если неpection, то вы можете сделать, так? Да, может быть, тихо, rant альтожествен Former wrench слушать песенки и тогда наука пойдет лучше. Доброе, то мы сегнём, так, мы вам до видения, желаю вам всего лучшего, ну и я надеюсь, что мы встретимся. До видения.